С вами Новости спорта и я Илья Мгода. Здравствуйте! Спонсор программы – Центр художественной и эстетической гимнастики «Феникс». Это новая современная спортивная база. Приглашаются девочки и мальчики с 2,5 лет и старше. Тренировать их будут мастера спорта России, призеры всероссийских и международных соревнований. Сначала приятные вести из Рио-де-Жанейро, где завершился розыгрыш наград чемпионата мира по велоспорту на треке среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе сборной России там выступал и живчанин Арслан Гельмуддинов. На его счету две бронзовые награды. Поздравляем Арслана и его наставника Юрия Митриченко. Еще одна уроженка Удмуртии, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на чемпионате планеты в итальянском Милане, стала пятой. С суммой в 207,72 балла. Золото выиграла канатка Кейтлин Осмонд, второе и третье места у спортсменок из Японии Вагапа Хигути и Сатока Михайяро. Тем временем наша биатлонистка Ульяна Кайшева выступала на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. И в спринте, и в гонке преследования она заняла 25 место. В общем зачете планетарного кубка Ульяна 47-я. Впереди чемпионат страны. Он стартует в Ханты-Мансийске 29 марта. К другим темам. Настоящий праздник подарили своим болельщикам баскетболисты клуба Купол Родники по занавес сезона. В заключительном домашнем матче чемпионата Российской Суперлиги в овертайме смогли вырвать победу у питерского Спартака. Подробности валидольного матча у Ильи Вихарева. Этот матч стал настоящим украшением сезона. Вишенкой на торте. Первый период завершился с небольшим преимуществом гостей 18-16. Второй в ничью 41-41. В начале третьего и живчане стали проседать и к середине периода проигрывали уже 16 очков. Однако к концу 10 минутки смогли взять игру под контроль и сократить отставание до минимального. В итоге основное время завершилось 74-74. Во втором за сезонье овертайме команду выручил капитан Родников Алексей Карпека, забросив штрафные. Окончательный счет 82-81. Болельщики были вне себя от радости. Прекрасно, столько эмоций. Давно такого не было? Ну, можно сказать, недавно было. Но сегодня то, что последний матч, надо дома побеждать обязательно. Валидольный был матч, но мы рады. У нас права на ошибку уже не было. И последняя игра сезона у нас была домашняя. Надо было и всем показать то, что я могу, и зрителям показать то, что они из нас и в меня верили. Но, как говорится, правда. Ну и поддержка все-таки команды. Ну все завели меня и пришлось доказывать то, что я действительно могу. Матч получился настоящим подарком для ижевских болельщиков, уверен главный тренер «Спартака» Николай Шманов. Сложно давать комментарий, когда ты овертайме уступаешь одну очко. Я думаю, что баскетбол существует для зрителей. Я думаю, что зрители должны быть благодарны двум командам, которые сыграли такой триллер. Константин Стародумов, в свою очередь, отметил, хотелось порадовать болельщиков. Поэтому, когда стали проседать во время третьего периода, было особенно тяжело. Когда уже мы довели до овертайма после этого, мне было как-то морально полегче, потому что это чистая лотерея. Вот то, что произошло, это на самом деле лотерея. Потому что не попади карпека, я отсчитаю эти два очка. Ну и все, и уплыли. Сейчас ижевская дружина на 11-м месте турнирной таблицы. 28 марта родники сыграют на выезде с командой «Урал» и «Екатеринбург», а последний матч проведут 31 марта с командой «Темп Сумс» у ГМК из Ревды. И в продолжение темы. В Ижевске завершил сперенство Ульмуртии по баскетболу среди команд юношей 2000 года рождения. Принимали участие в турнире семь команд. Победителем республиканского старта в итоге стала сборная с «Шор» номер 3. Второе место заняла команда «Купол» родники. Бронза досталась воспитанникам третьей ижевской спортшколы 2002 года рождения. Далее вести с лыжных трасс. В Сыктывкаре проходит чемпионат России, где выступают спортсмены из Ульмуртии. В первом виде программы «Коньковом спринте» Кирилл Вичужанин и Максим Валикжанин попали в десятку сильнейших. Кирилл был седьмым, Максим был девятым. На следующий день в скейтлоне Максим Валикжанин выиграл серебряную медаль. Завтра у лыжников классическая гонка на 15 километров. А теперь переместимся на комплекс имени Галины Кулаковой, где прошел финал Кубка Ульмуртии по лыжным гонкам. Этот престижный массовый спортивный праздник объединил сотни любителей лыжных гонок. Не только из Ульмуртии, но и из близлежащих регионов. Инициатором этого спортивного проекта стал глава республики Александр Бричалов. Для многих участников Кубка Ульмуртии, а в его программу входили пять этапов, осуществилась давняя мечта – встать вновь на лыжи, почувствовать соревновательный кураж. И желающих испытать забытое чувство было много на всех пяти этапах Кубка. Главное – позитивный настрой. Это залог успеха и побед. Лыжный сезон в этом году, спортивный сезон 17-18 годов, вообще замечательно начался, мы помним, марафоном Кулаковой и заканчивается соревнованиями Тихонова. Это вообще знаковое событие, когда от четырехкратной олимпийской чемпионки передается эстафета, как раньше было с лыжами, от двукратной олимпийской чемпионки. И многие любители участвовали в этом проекте на протяжении всего сезона. Это и лыжня России, это и соревнования на призы Аспек, это и любительские старты, которые впервые прошли в Ульмуртии в начале марта. Это и замечательные соревнования в Овожском районе. Михаил Дегтев, в прошлом известный в Ульмуртии лыжник, мастер спорта, старается не пропускать лыжные турниры. Говорит, в этом кубке принял участие в двух этапах. В Овожа был третьим в Ижевске на финале, спринтерскую гонку выиграл. Участвовал, признается, не ради забавы, рассчитывал на победу. Хорошие впечатления остались и побольше бы таких стартов, которые вдохновляют и, как говорится, на финальный результат, как получается, очень много влияет. Член молодежной сборной Ульмуртии Алексей Зубков тоже решил этот старт не пропускать. Говорит, соревновательная практика всегда нужна. Всегда приятно бороться со своими средствниками, с ребятами. Конец сезона, охота получать приятные ощущения, приятные впечатления. И на такой хорошей ноте закончить можно сезон. Пока лыжники соревновались, болельщики время тоже проводили с пользой для себя. Участвовали в мастер-классах рыцарских боев, веселых эстафетах, перетягивали канат. Но после все дружно встречали аплодисментами победителей Кубка Ульмуртии. Награды были разыграны в пяти возрастных группах. А призовой фонд этих финальных соревнований составил 200 тысяч рублей. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok